В Турции ожидают новых терактов. Управление безопасности этой страны располагает информация о том, что рабочая партия Курдистана планирует устроить очередной взрыв 20 марта. Тем временем число жертв в Анкаре выросло до 37 человек. Напомню, накануне террористка-смертница подорвала себя в автомобиле возле автобусной обстановки в час пик. Данные о погибших при теракте в Анкаре меняются постоянно. По официальной версии 30 человек погибли на месте, четверо умерли в больнице и еще трое скончались сегодня. Как заверили представители здравоохранения Турции, всего в больнице Турецкой Республики доставлены 125 человек. 20 из них находятся в критическом состоянии. Взрыв прогремел в столице Турции накануне в 18.45 по местному времени вблизи одного из офисов главы правительства. Автомобиль террористки-смертницы взорвался, находясь между двумя автобусами в момент большого скопления людей. Ее личность уже установлена. Это студентка Сихерча Гладимир. Фрагменты ее тела были найдены в остатках автомобиля, начиненного взрывчаткой. Погибшая студентка и ее четыре подруги обвиняются в том, что участвовали в деятельности запрещенной террористической организации. По предварительным данным, Сихерча Гладимир вместе с одним из террористов за пять дней до подрыва приехала в Анкару. Было установлено, что взлетевший на воздух автомобиль был украден десять дней назад. Все произошло так внезапно. Резкий взрыв, крики, плач и много крови. Я видел, как одну женщину разорвало на части. Мне страшно это вспоминать. Это ужасно. В Министерстве иностранных дел Казахстана сейчас выясняют, есть ли среди пострадавших казахстанцы. Ведомство работает с нашими соотечественниками в Турции, раздавая рекомендации по правилам безопасности. В настоящее время наши дипломаты в тесном контакте с турецкими правоохранительными органами выясняют, не было ли граждан Казахстана среди погибших и пострадавших в результате теракта в Анкаре. К этому моменту данных о казахстанцах не поступало. Тем временем, за последние пять месяцев, это уже третий взрыв, совершенный в турецкой столице. И, как говорят полицейские, самый внезапный. В прошлом году, 10 октября, в теракте в Анкаре погибли 107 человек. А взрыв 17 февраля унес жизни 29 человек.